Друзья, всем вам доброго времени суток. Делаю прогноз на 8 число. В предыдущем видео мне было немножко сложно раскладывать конкретно вот сюда карты, но попробую еще раз это сделать, пока не поменяю штатив. Итак, что 8 число, то есть 8 октября 2019 года, что вам предрасполагают? Ну, во-первых, смотрите, 8 числа вы можете услышать очень хорошие новости, замечательные начинания и вообще превосходный день во всех аспектах. Так, далее. Единственное, что обратите внимание на свою семью, потому что внутри семьи возможны конфликты и скандалы, но которые можно все-таки избежать. Так, смотрим дальше, что день вам принесет. Так, ну вот если исключим все конфликты, которые у вас могут быть именно внутри семьи, день вообще у вас замечательный, 8 число должно быть. Все новые начинания, все перспективы, все финансовые дела 8 числа должны получаться. Даже люди, которые никак не могли устроиться на работу, если они попытаются устроиться на работу именно в этот день, тогда будет просто замечательно, получите положительный ответ, даже если вы пойдете просто на собеседование. Хотя немножко во второй половине дня у вас ожидается какая-то апатия, если вот так просмотреть. Но это чисто можно посчитать и скинуть на усталость. А так день 8 числа у вас будет нормальный. Так, смотрим, что в этот день вам можно делать. Что ж, постоянно карта 40 падает, а? Так, смотрим. Перспективы этого дня, что вообще в этот день можно делать. Так, немножко так. Во-первых, в этот день все крупные споры, судебные дела, либо какие-то документации, которые вы должны решить, у вас должно получиться в положительное. Если у вас намечен, допустим, на этот день какой-то суд, то судебное дело будет практически в вашу пользу. Если вы стараетесь добиваться какие-то документы, либо у вас какой-то документации, то, опять-таки говорю, конечно, через нервы, конечно, через всякие разные путы, но вы все равно добьетесь этого. Немножко у вас будет неуверенность в себе. Да, так точно. Немножко у вас будет неуверенность в себе. Но если вы всю эту неуверенность пройдете, если вы ее преодолеете и проявите настойчивость и принципиальность, то тогда день замечательный в плане достижения каких-то поставленных перед собой целей, плюс, опять-таки говорю, если у вас был на работе давний конфликт какой-то, связанный с документацией, вы его можете решить, если начнете в этот день. Если у вас судебное дело, то судебное дело у вас тоже выйдет в вашу пользу. Любые документации в этот день, они, конечно же, через нервы, конечно, через вашу устойчивость, но они получаются. Здесь нет такого момента, что вас кто-то хочет кидануть. Также не обращайте внимания на мелкие проблемы, мелкие, допустим, уколы судьбы, которые вас могут подкальнуть в тот момент, когда вот вроде бы, вроде бы, вроде бы вы все, вы добиваетесь, вот все, вот все у вас хорошо. Друг раз что-то такое произойдет, которое завтра вас может 8-го числа немножко так в душе ранить, так в душе надломить. Вот на это внимание не обращайте вообще. Это будет мелочь какая-то, и причем со стороны близких. Это будет мелочь, но которая будет очень и очень вам неприятно. И никаких измен, кстати, в этот день, и даже никаких общений просто, ну, каких-то приятных общений на стороне, потому что если даже в вашей голове нет ничего, как вам сказать, негативного, то есть нету даже цели там пойти изменить, но ваша вторая половинка может посчитать то, что это была измена, и, кстати, это может немножко надломить ваши отношения. Собираем каждое. Теперь будем смотреть опасность. Так, что в этот день вам нельзя? Ну, смотрите, излишне доверчивым вам в этот день нельзя. Обижать свою вторую половинку вам нельзя. Изменять вам нельзя. Это все может принести неприятности вам и на душе, и в дальнейшем. Также, так, секунду, да, также прям как какой-то искуситель объявится какой-то знакомый ваш, который попытается вас немножко с вашего пути свернуть, на это внимание не обращать. Теперь план здоровья. Давайте посмотрим. Могут обостриться именно хронические заболевания, которые у вас были давно, но они не принесут вам такого вреда большого. Единственное, что, никакого алкоголя, потому что под воздействием алкоголя 8-го числа вы можете натворить делов, о которых вы будете потом очень и очень долго сожалеть. Сейчас единственный бонус сделаю. Это встретят ли одинокие люди в этот день свою вторую половинку. Именно чисто одиноким людям. Чего же она криво так стоит, а? Так. Ну, очень большой шанс у вас, у одиноких людей, есть встретить свою вторую половинку. Но почему-то, вот встретив этого человека, вы будете считать, что это не то, с этим человеком ничего не получится, с этим человеком будет связывать, допустим, только секс, и на дальнейшую вашу жизнь у вас типа нет перспектив. Хотя, хотя сейчас посмотрим по последней карте, что выйдет, хотя это неправильно вы будете считать, потому что, если вы завяжете отношения с человеком, кого вы встретите завтра, то у вас очень и очень хорошие перспективы на будущее. Ну, все, дорогие подписчики, гости канала, подписывайтесь на канал, постоянные подписчики, делитесь моими видео, также заходите на мой основной канал Самирали, ссылочка на него будет в описании к видео. Всем удачи и успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!